Что представляет из себя будущий серийный Lada X-Ray? Концепт высокого хэтчбека, впитавшего в себя ДНК, показанного еще в 2012 году Lada X-Ray, базируется на унифицированной платформе B0, известной такими моделями российско-французско-японского альянса, как Lada Vargus, Nissan Almera, а также Renault Sandero второго поколения. Как поясняет Автоваз, этот автомобиль при длине 4150 мм будет иметь ширину 1720 мм, а колесную базу 2588 мм, что в общем-то соответствует параметрам Renault Sandero Stepway. Но при этом российская модель очевидно просторнее и комфортабельнее. Проектный клиренс Lada X-Ray 19 см, объем багажника будет примерно как у Lada Kalin Universal, то есть более 350 литров. У модели планируется удобная трансформируемость салона. Директором проекта назначен известный специалист, реализовавший по меньшей мере два успешных проекта – Lada Granta и Lada Kalin A2 – Олег Груненков. На наш взгляд, таким образом, новый президент Автоваза Бул Андерсон делает весомую стратегическую ставку на успешную команду российских инженеров, имеющих эффективный опыт запуска в производство хорошо продаваемых серийных моделей Lada. При этом стоит напомнить, что Олег Груненков также осуществлял координацию проектирования на Автовазе еще двух моделей – Datsan. X-Ray – это целое семейство. И в рамках этого семейства будет разрабатываться и разрабатывается в настоящее время еще один автомобиль. И будет этот автомобиль также внедряться в производство. Это автомобиль X-Ray Cross. Он чуть больше по размерам. Он будет иметь исполнение полноприводное и переднеприводное. И таким образом X-Ray – это законченное семейство, которое будет представлять вот такие высокие хэтчбэки и городские кроссоверы. Согласно первоначальной информации, высокий хэтчбэк Lada X-Ray предполагается оснащать передним приводом, и он будет иметь две комплектации – Optima и Top. Данный автомобиль разрабатывался на университетной платформе B0. Почему мы это сделали? Во-первых, это сроки проектирования, сроки разработки и доводки автомобилей. Второе, конечно, мы считаем инвестиции и используем те технические решения, которые хорошо себя рекомендовали на платформах нашего альянса, на автомобилях нашего альянса. И третье, мы хотим взять лучшее, то, что есть в альянсе, и использовать это для автомобилей бренда Lada. Наша цель – это европейское качество по минимальной цене. Как подчеркивает Олег Груненков, проект высокого хэтчбэка Lada X-Ray создан кросс-функциональной интернациональной командой, то есть специалистами Рено и Автоваза. В нем используются инженерные решения, которые хорошо себя зарекомендовали. Постановка в производство будет осуществляться совместными усилиями на Автовазе. Одна из задач, которые предстоит решить в ближайшее время – это сформировать сильную команду, способную вложиться в сроки и параметры качества, диктуемого стандартами альянса. И в этом, безусловно, пригодится опыт формирования предыдущих команд. Lada X-Ray выглядит внушительно и веско. Автомобиль способен изменить взгляд потребителя о российском бренде Lada. Интерьер особенный даже в таких мелких деталях, как обивка сидений. Впрочем, в рамках отладки качества серийных моделей, а этот процесс на Автовазе сейчас называют модным словом «валидация», возможны незначительные изменения модели. Но в целом автомобиль пойдет в серию именно таким, каким он предстал в виде концепта Lada X-Ray 2 на московском международном автомобиле на салоне в августе 2014 года. Редактор субтитров А.Семкин